Ребята, вот адрес этого магазина в Кёльне. Слушай, простая секундочку, я быстро по нему еще забуду Ребята, вот что тут есть. Тут мало того, что в принципе ремонт, еще есть по саксофонам, по трубам, в общем Флитовые дела, ноты, саксофоны, несколько футляров, вот есть интересная новая серия Маштуков БС, под старину сделана, в общем есть и секонд-хенд инструменты, много достаточно нот, материала, чехлы, кое-что для тубы Ну в общем я много, вот интересный трубный футляр, очень компактный и для трех труб Вот Все, выходим Сейчас я вам покажу как это выглядит снаружи Вот это вот оно И тут и сайт, и адрес, и все Вот Тут же мастерская Это находится Не так далеко от вокзала Сделаем обзорчик сурдин Все, что я нашел, это вот Две яя, ва-ва И несколько страйтов Сейчас, быстро Джурал Джурал 99 евро Мишара А что за тромбоз? Имох? Имох Вот здесь есть хороший нижний регистр Вот это очень удачно, кстати, клакушка Да, весь регистр есть Очень хорошая сурдина, джураловская Она маленькая по размеру и очень компактна Вот это и звук интересный вроде, нет? Нет Ну, нижний регистр здесь нет Угу них нет И чем у неё Наташа 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 Зарвила но у нее есть все ноты нижний регистр обычно эти клокушки запирается deniswig он получше по звуку но и по цене 59 евро но нижнего регистр не часто используется бывает надо нет вообще понятно пошли страйты вот обычный алюминиевый страйк дурал 69 евро а 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 шесть с половиной а или там конечно такое забытое ощущение да мы все с него начинали это штука мучения но сейчас в принципе можно играть почему-то так красный явно тяжелее запирает именно то что нам надо от сурдины звук обысить зудение его нет то есть в принципе самая легкая алюминиевая например могу вспомнить что у нас там сурдин хотя вроде мягкий звук ну и так пробуем денисвик вроде есть объем зачем и нет изменение отрещание так мне просто нравится обычным старать надо моем понимании брать просто алюминий просто и но со вкусом вот так страйта у меня победил денисвик есть еще одна такая вот штука деревянный страйт вот стоит эта штука 100 евро у меня такая есть не тайные впарил свое время достаточно недешево деревянный и звук деревянный соответственно страйт должен быть алюминиевый страйт должен быть алюминий ребята победой победил денисвик в моем понимании я думаю что и ценник у него хотя тут ничего нет попроще чем джурала всем привет хочу сделать обзор сурдин для занятий здесь есть достаточно большие здесь у меня лук да конечно конечно не мой трамбон комфортное ощущение вот что я хотел войд в брас такая тема запирает она значительно больше, чем вот эта чем-нибудь шмут по ощущениям хуже то есть проходит дыхание не очень комфортно ну как бы мне не очень такая у меня тоже есть это японская бэс брас бэс брас очень удобно то что она вставляется в тромбон полностью полностью и не надо отдельное место но запирает она еще больше чем вот эту пока пока вот это самое лучшее не очень сильно она затыкает ну еще вот есть такая вот шотландская сурдинка не знаю что она какие-то есть настройки например вообще дико затыкает но тут есть какие-то можно настраивать каким-то образом я не могу понять как что-то вот штучка нужно как-то там использовать может тут для трубы извините ааа я вспомнил это эта штука с ней по-моему можно типа заниматься этим нет нет что это короче тут она дает внутри есть какая-то изменяющаяся система ну на ощущение это не повлияло пока самое лучшее ребята это вот шмут взял обзорчик по байке и по капам New Steinline это очень хорошая фирма но быстро одеть его очень сложно снимается он легко а вот одеть если вдруг допустим немного пауз и надо быстро одеть это вот сложно но по звуку он очень интересный он 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 вот неудобство вот это фантастически удобная вещь Одевается очень быстро. Вот он уже одет. Для биг бенда идеальная тема. Есть такая сверху ручка, которая тебе помогает ее снять. Раз и снято. Раз и одето. Очень удобно. Для биг бенда просто мечта. Так, что это у нас? Изи Бакет Тромбон. Изи Бакет название. Изи Бакет Мутус. Вот. Ценник 59 евро. Это, кстати, тоже 59 стоило. Но одевать ее просто страшное мучение. Ну, наверное, надо просто разогнуть под определенный тромбон. И все. Ну, я вот сейчас одной рукой не могу одеть. Дальше идет 112. Питер Ган Мутус. Питер Ган Мутус. У нас такие, по-моему, в биг бенде были. Прикольная тема. Легко одевается. Ну, бывает, выпадают. Как обычно сурдины. Она поярче. Но, в принципе, то, что надо в бакете, это вот эта вот мягкость. И фу-фу-фу. Вот это вот. Здесь ее меньше. То есть, он интересно сделан. Такая кожаная ручечка. Все соответствует 112 евро. Качественное исполнение. Но, честно говоря, мне она не очень. Нет. Ну, я бы не взял себе. Вот это просто идеально. Не очень нравится. Реально. Все. Все, одето. Можно даже дом заниматься с ней. Вот. Изи бакет нуд. Такая вот тема. Так. Дальше я хотел сделать обзор по капам. Капы. Denny's Vic. 69 евро. В принципе, регулируется все. Можно сделать. Обычный стандартный кап. Простой и доступный по цене. Дальше пробуем Joral. Joral. Кап. 89 евро. При открытой состоянии. При открытом состоянии. Неплохо. Неплохо. В принципе. Фадьеза нет. Фадьеза нет. Фадьеза плохой. Фадьеза плохой. Далее идем. Tom Crown. 75 евро. Tom Crown. Регулировки. Нет. Регулировки нет. Ну, в принципе, она легкая. Но жалко, что нет регулировки звука. Вот что вот эта штучка двигалась. Не очень. Так. Дальше идет Villas. Villas. Сейчас уже, Никитос, пойдем. Опа. Очень странная сурдина. Тяжелая. Нижнего регистра вообще нет. Может быть, она рассчитана на большой растут. Нижнего регистра вообще нет. Очень странная. Там такая лохматка внутри сделана. Шотландия. Для трубы есть очень хорошие сурдины этой фирмы. Ну и вот остался у нас Питерган. Питерган. 119 евро. Вот это, кстати, интересная. Она не тяжелая. Вся нота есть. При открытом состоянии она звучит не очень. Ну, мне как бы не очень нравится. А, она сделана на больше растут, чем этот. Надо, короче, для большой травмы брать. Ну, кстати, здесь тоже. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, вот, в принципе, если взять побольше травмбона, возможно, это будет лучше работать. Ну, вот обычный Денис Вик сравниваем с ней. Прикрыть его. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Денис Вик сравниваем с ней. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, в принципе, смотря, какие цели преследовать, если не играть в нижний регистр, вот это тоже очень прикольно. Сурдина. Том Краун. Денис Вик сравниваем DimaTorzok. Такой яркий звук. Ну, вот фадеза нет. В принципе, если играть джаз и в верхнем регистре. Это тоже можно взять. У ней есть много регулировок. Ну, короче, честно говоря, прям вот, чтобы вот супер. Мне ни одна не понравилась. Ну, а обычный Денис Вик самый простой. Почти как обычный Страйд. Более мягкий. Обычный Денис Вик нормально. Питерган дорого и странно. Может быть, на больший раструб. Вот джазовые тромбоны, они обычно маленькие. И я не вижу большого смысла в такой вот сурдине. Я выставил цену Денис Вика. Это 49 евро. Еще будет такс-фри. Возможно. Поэтому я, наверное, возьму. Потому что у меня нормального Страйда нет. Давно хотел найти себе нормальный Страйт. Обычный алюминиевый без всяких вытрепонов. Это вот то, что мне надо. Единственное, что я не очень уверен, что он подойдет к моему именно тромбону. Потому что у меня очень глубокий раструб. Придется, видимо, с пробочки маленько поиграть с ними. Ребята, вот серия футляров Bugs. Очень компактный и как флайкейс. Очень удобно сделанный. Есть еще мусорка. О, попробую ее тоже. Это отдельные насадки для трубы. Для мусорка? В принципе, я так понимаю, что сюда войдет спокойно тромбон с квартой. Даже с открытой. Практически ничего не весит. Здесь отделение для нот. И, соответственно, надевается на спину. Вот тут есть лямки. Две. Достаточно. Ну, пластиковое крепление, конечно, это не очень. Но зато вот эти крючки сделаны уже очень качественно. Тяжелые. Будет долго жить. Стоит такая радость 389 евро. Минус Tax Free. Более бюджетная версия. Sound Line. Ну, тут все, конечно, значительно проще. И он тяжелее, чем бакс. Прилично. Тяжелее. Все. В принципе, место для тромбона так же. И по размеру он примерно такой же. Но все-таки тяжелее и сделан проще. Хотя достаточно крепкий. Бакс маленько поменьше и покомпактнее. При этом. Это уже мягкие чехлы. я их вообще не рассматриваю. Но они очень удобные в плане того, что много карманов. это тоже хорошая фирма. Это тоже хорошая фирма. Стоит эта радость 239 евро. Ну, это достаточно качественно все выполнено. Вот отделение для кулисы здесь такое. тут маленький карманчик для хранения чего-то. Еще здесь для муштука. Интересно. Вот здесь вот крепление тромбона. Тоже достаточно надежное. Но по весу, конечно, и по объему он значительно больше. Ну, как мне кажется. Сейчас я их сравню. так, смотрим. Откровенно. Он, конечно, больше. Особенно вот это отделение раструба. Оно очень больше. Но, в принципе, по высоте такой же. Почти. То есть, не особо он больше. Но вес, я вам скажу так, прилично больше. Около, наверное, полутора килограмм добавлено в этот. Ну, он пошире, конечно, в этом месте значительно шире. То есть, вообще, вот идеальный вариант для каких-то легких переездов это вот этот вот Bugs. Очень классный. Он египс салхайн экстра-тайж, да? Да. Так. Ну, остальные это все мягкие версии. Мягкие. Ну, не сказать, что они прям сильно. Вот этот легкий. Совсем легкий. Уже все закончил, да? Нет. Сейчас. Момент. Для бас-тромбона стоит 600 евро. Колеса. Соответственно, ручка спереди не такой уж и тяжелый, как когда катаешь. Конечно, если была бы выдвижная ручка, как у этого, было бы удобнее. Но это, в принципе, ребята, это то, что надо в оркестр. Вот он, танк. Это можно отправлять без проблем сдавать в багаж. Чик. Полная защита тромбона. Я не знаю, как здесь, но я думаю, что очень плотный поролон. При ударе, я думаю, тут ничего не будет. Конечно, если бы это было на два тромбона, было бы еще круче. Здесь очень мягко, а вокруг очень плотный поролон, хорошие замки. 590 евро. Может быть, сказать администрации, пусть Володе возьмут. И уже можно сдавать его в багаж. Вот так выглядит все это чудо. Танк. Танк. Тут, конечно, особо ничего не положишь, кроме тромбона. Ботиночки там при этом объеме. Но это и не нужно. Тут главное, чтобы тромбон доехал в целости и сохранности. Я поговорю. Может быть, они сделают скидку и наша администрация все-таки купит такую просто глобальную надежность, ребята. Танк. Ценник 590 евро. Если сделать так срее, я думаю, еще, наверное, минус соточка почти. Надежная замки, конечно, если бы еще был бы замок, который закрывает его, чтобы нельзя было открыть без тебя, это было бы лучше. Но, в принципе, отличная вещь. Для оркестра вот то, что нам надо. скидки, чтобы не пропустить скидку, чтобы не пропустить скидку, чтобы не пропустить